Икона Святой Троицы – это визуальное выражение одного из важнейших христианских догматов. Бог триедин, вечен, непостижим, и Его не видел никто и никогда. Православная Церковь допускает только символическое изображение невидимой и непостижимой Троицы. Наиболее часто используется сюжет так называемого «гостеприимства Авраама». Такое изображение основано на библейском повествовании о том, как Бог явился к пруотцу Аврааму в виде трех странников. Гостеприимный хозяин пригласил их к себе отдохнуть и подкрепиться. Один из странников сказал Аврааму, что через год его жена Сара родит сына. Аврааму в то время было 99 лет, а Саре – 89. Сара, стоявшая неподалеку, не поверила предсказанию и рассмеялась про себя. Но странник, который предсказал рождение сына, обличил ее неверие, сказав «Есть ли что трудное для Господа?». И тогда праведный Авраам понял, что под видом трех странников его посетил сам Господь. В христианском богословии три ангела символизируют собой ипостаси Бога, которые мыслятся как нераздельные, но и неслиянные, как единосущная святая Троица. В ранних образцах, например, в римских катакомбах, изображение предельно исторично, но уже в первых композициях можно отметить подчеркнутую одинаковость гостей Авраама. Равнозначность спутников показана и одинаковыми одеждами, и одинаковыми позами. Позже исторический план изображения был полностью вытеснен символическим. Три ангела рассматриваются теперь только как символ Троичного Божества, но в состав иконографических композиций продолжает входить Авраам, его жена Сара и множество мелких второстепенных деталей, которые приземляют изображение. Понимание трех ангелов как изображение Троицы порождает желание выделить среди них ипостаси. При этом один из ангелов, обычно центральный, так или иначе выделен. Его нимб может содержать в себе крест, а сам ангел подписывается сокращением «Иисус Христос». Наивысшей степени раскрытия духовной сути при Святой Троице достиг преподобный Андрей Рублев в своей иконе «Живоначальной Троицы». Автор никого из ангелов не выделяет, при этом каждый из них обладает своей индивидуальностью. Троица была написана в начале XV века и до сих пор является одной из самых прославленных русских икон. Стремясь раскрыть догматическое учение о Святой Троице, Рублев отказался от повествовательных деталей, которые традиционно включались в изображение гостеприимства Авраама. Нет Авраама и Сары, отсутствует сцена заклания тельца, атрибуты трапезы сведены к минимуму. Ангелы представлены не вкушающими, а беседующими. Их жесты плавные и сдержанные, что свидетельствует о возвышенном характере их беседы. В основу композиции иконы положен круг. Именно круг наглядно выражает представление о единосущие трех ипостаси Святой Троицы. При этом ангелы не вписаны в круг, они сами образуют его так, что взгляд наш не может остановиться ни на одной из трех фигур, и пребывает скорее внутри того пространства, которое они с собой ограничивают. Смысловым центром композиции является чаша с головой тельца. Это прообраз крестной жертвы и напоминание об Евхаристии. Вокруг чаши, стоящей на столе, разворачивается безмолвный диалог жестов. Руки среднего и левого ангелов благословляют эту чашу. Свойства каждой из трех ипостасей раскрывают символические атрибуты, изображенные на заднем плане – дом, дерево, гора. Так за ангелом, символизирующим Бога Отца, помещено изображение дома. Палат Авраама, символизирующих божественное домостроительство. Дерево, мамбрийский дуб, толкуется как древо жизни и служит напоминанием о крестной смерти Спасителя и его воскресении. Это изображение находится в центре над ангелом, символизирующим Иисуса Христа. Наконец, гора – символ духовного восхождения, которое осуществляется через непосредственное действие третьей ипостаси Троицы, Святого Духа. Единство трех ипостасей Святой Троицы является совершенным прообразом всякого единения и любви. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». В настоящий момент «Животворящая Троица» Андрея Рублева хранится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи. Наряду с каноническими композициями Святой Троицы существует и так называемая «Троица новозаветная». Здесь выделяют два основных типа иконографии. Один из них – сопрестолие. На иконах этого типа Бога Отца изображает в виде седовласого старца. Бог-сын предстоит в образе мужа, восседающего на троне справа от отца, а образ Святого Духа символизирует белый голубь, парящий над троном. Второй тип иконографии новозаветной Троицы носит название «Отечество». Здесь Бог-сын изображен в виде отрока на коленях отца. Изображение новозаветной Троицы встречается и по сей день, хотя определением Большого Московского собора 1667 года они были запрещены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok